Здесь оказывается такая профессия испытатель велосипедов. Вот этим и занимается Ханнес Нойперд. Вот видите, это нормальная педаль. С помощью датчика мы считываем мускульные усилия. Катиться на электровелосипеде – одно удовольствие. Проблема – подъемы. Не у всех достаточно мощности. Но этой моделью Ханнес Нойперд доволен. Педали легко идут. Конечно, был бы у меня прицеп или дополнительный груз, скорость была бы не та. Но переключись на пониженную скорость и езжай себе спокойно, даже в крутую гору. Насколько хватает аккумулятора? Тянет ли мотор в гору? Это интересует и производителей. Продажи обычных велосипедов снижаются, а электрических – растут. Свои новинки фирмы отправляют на испытания Ханнесу Нойперду. На рынке наметился тренд. Спрос превышает предложения, поэтому и цены растут. Хороший электрический велосипед надо заказывать заранее. И стоит он около 2000 евро. Фирма Ризе и Мюллер в Дамштадте сделала ставку на эксклюзивные модели. Легше, комфортабельнее, надежнее. Основатель и директор фирмы Маркус Ризе сам проектирует новые модели. Вот его последнее творение. Особенность модели – мощный мотор и аккумулятор, и комфорт. Пневматическая подвеска, гидравлические дисковые тормоза. Так что я могу уверенно и безопасно ехать со скоростью 45 км в час. Этого достаточно, чтобы спокойно плыть в городском транспортном потоке. Аккумуляторов хватает в среднем на 50 км. Четыре часа, и они полностью заряжены. Каждая модель фотографируется. Покупатель сам может сконфигурировать велосипед прямо через интернет. У лентяев больше нет отговорок. С помощью аккумулятора крутить педали может каждый. Дело в том, что электровелосипед – это промежуточное звено между велосипедом и автомобилем. Мотороллеры и мопеды не в счет. Они загрязняют окружающую среду. Да и ездить на электровелосипеде приятнее. Электромобили – это пока только эксперимент. А вот электровелосипеды уже стали в Германии привычным видом транспорта. Каждая, все-таки преимущественно. Продолжение следует...